Всем-всем привет! Это снова с вами я. И сегодня я буду с вами делиться, как я варю томатный сок. Рецептом томатного сока. На мой взгляд, это самый-самый легкий. Сегодня я буду делать способ. Я, конечно, несколькими способами делаю, но этот самый легкий. Вот, вымола помидоры, высушила их. Теперь перекладываю их в кастрюлю. Просто переложу в кастрюлю и поставлю на огонь. На медленный-медленный огонь. Так как у меня получилась полная кастрюля, я их сейчас возьму и примну хорошенько. Даже придавлю их, эти помидоры. Вот таким образом. У меня тут еще пооставались помидорки. Вот, и теперь еще подтолкаю сюда некоторые. Вот так у меня получилось. Сейчас я эту кастрюлю уже... Все, пока тени воду ставлю на плиту. Помидоры у меня закипели. Проварились немного. И я их сняла с плиты. Даже уже успели остыть. И начала перетирать через сито. Я в начале видео сказала, поделюсь с вами самым простым и легким способом приготовления сока. Ну, для меня он, кажется, самый простой. Ну, однако, не легкий. Он очень трудоемкий. Вот здесь вот уже у меня сок выдавился. Я люблю сок, протертый через сито. Единственное, что я в этот раз сделала... Это то, что... Я обычно еще... Как делаю сок? Нагреваю кипяток. Опускаю туда помидорки. Опускаю помидорки. Опускаю помидорки. Они аж парятся кипятком. Я счищаю с них шкурку. И кладу в кастрюлю уже очищенные, без шкурки. Вот сегодня для меня это был легкий способ. Я просто вымола, высушила и сложила помидоры без очищенной шкурки. Ну, зато буду здесь теперь колбаситься, протирать через сито. Идет с соком. И так уже 30 литров натерла. Заготовила. Томатный сок у меня выдавлен из всех помидоров, которые у меня были. Осталось вот, значит, здесь и здесь. Как это называется? Шметки от помидор. Шкурки, селечки. А вот здесь, вот, видно, да? Сейчас видно. Прямо как будто томатная паста. Но я не буду делать никакую томатную пасту. Я это все сейчас вылью в сок. Это я уже взяла другое сито. Это сито еще мельче, чем то. И через него тоже протираю. Очень вкусный должен быть томатный сок. Долго делать только? Ну, я уже привыкла. Мне кажется, что это не очень долго. Зато вкусно, да? Да, очень вкусно. Я раньше томатный сок я с детства люблю. Прямо с маленького детства. С грудничков буквально. И всегда пила томатный сок. Томатный и абрикосовый. После того, как я стала сама делать томатный сок дома, я перестала любить магазины. Мне вообще не нравится. Мне кажется, дома домашний сок очень-очень вкусный. Ну, еще бы, разбодяжа там с водой. Один в десяти. А здесь, считай, только помидоры и все. И больше ничего. Ну, соль, перец, когда добавлю. Да, сахар добавляю. Ну, когда как. Когда могу в веточки укропа положить, поварить немножко. В общем, не хочу, не варю. Только соль, сахар добавлю и все. Ну, по-разному. Какое настроение. Всем привет, друзья мои. В прошлый раз у меня не получилось по техническим причинам доснять то видео про томатный сок. И вот сегодня я снова готовлю томатный сок. И досниму сегодня кусочек видео. На сей раз, правда, у меня томатного сока, покажи даже в кастрюлю, литров 20, наверное. Я его вот переливаю сюда, чтобы мне было удобнее кипятить и сливать. Я в прошлый раз говорила, и сейчас скажу. Томатный сок, вот как я выдавила его через друшлаг, протерла. Я его сливаю в одну кастрюлю. Вот это у меня и получилось, эти 20 литров. Ставлю на плиту, разогреваю. Он кипит у меня. И я сыплю сахар, соль. Вот все по вкусу. Вот любите вы посолонее, вы делайте, кладите побольше соли. Можете побольше сахара. Хотите лавровый лист добавьте. Хотите горький перец, черный перец с горошком. Хотите душистый перец с горошком. Только соль, сахар и один лавровый лист. Хотите, можете гвоздичку добавить. В банку уже. гвоздичка у меня вот здесь перец горошком хотите в банку можно добавить горошком перец в общем все то что вы хотите то можно и насыпать в процессе то что вам больше всего нравится по вкусу да да никаких вот прям табу что есть столько соли столько сахара у меня нет я достаю банку из духовки я вам уже показывала что я банки прогреваю в духовке крышки тоже здесь же у меня вот такая кастрюля есть с носиками с одной и с другой стороны мне очень нравится наливать с них сок из нее сок так ну что же всяко бывает может и лопнуть поэтому очень аккуратно не торопись такое дело эти банки до скольки прогревают при скольких градусов до девяносто пять так ну а сок не может нагреться горячее чем 100 тоже примерно одинаковая температура теперь вот я налила сок в банку я насыпаюсь это мои мой рецепт не хотите не сыпьте лимонной кислоты вот на кончике ложки и всегда кладу ацетилку уже я делаю это много лет чтобы у меня банки не взрываются никогда может кто-то это не делает и просто сейчас закручу крик крышку горячую как у тебя нанотехнологии ну прям там нанотехнологии то ключом а то рукой есть разница купила новые крышки по моему все закрутила а для чего перевернула ну посмотреть не побежит ли не знаю по привычке по старой когда еще ключом крутил да вот так и делаю сейчас продолжаю и опять достаю банку иногда могу допустим сейчас положим банку 3 перчинки сделаем это для видео и по настроению две гвоздички можно сразу насыпать лимонной кислоты и положить таблетку ацетиловой кислоты и наливаем я лью по донышку чтоб не в одно место вот лаврушка туда свалилась крышки ты все-таки варишь в воде до крышки в воде не нанотехнология почему иногда в духовке их оставляю ну мне больше нравится так чтобы она мокрая было наверно по привычке и вот так вот все банки буду закрывать вот таким образом две банки готова до да ну закроешь потом включим результаты моего труда на лицо 15 литров здесь вот 14 но я же по полной наливала все таки 15 мне налилось я почему-то думала кастрюля 20 литров если вам понравился сок по моему рецепту готовьте пожалуйста всем всего хорошего всем всем пока